22 апреля на Аллее Славы Центрального спортивного клуба армии состоялось знаменательное событие – торжественной церемонии открытия бюста заслуженного тренера России и Южной Осетии, мастера спорта Советского Союза Анатолия Маргеева. Среди его воспитанников такие знаменитые борцы вольного стиля, как Вадим Богиев, Хаджимурат Гацалов, Ирбек Фарниев, Денис Царгуш и Джамал Атар Султанов. Дата открытия бюста выбрана не случайно. В этот день, 22 апреля, Анатолию Хазбевичу исполнилось 60 лет. За тот вклад, который вы вносите в дело развития армейского спорта, вы пользуетесь заслуженным уважением Министерства обороны России. От всей души желаю вам, уважаемый Анатолий Хазбевич, вашим родным и близким, доброго здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, свершения планов и замыслов, дальнейших успехов на благо Отечества и армейского спорта. Первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Бахина Аркадий Викторович. Прошлите вас поздравить от имени обороны и пожать множественную руку. Его работа, его отношения, его концепция идеологическая, она во многом способствовала тому, что мы сегодня видим в стране, это и национальный подъем, и патриотический подъем. Анатолий Хазбевич, вы настоящие граждане нашей великой страны, настоящий учитель. Спасибо вам огромное. Я хочу от всей души поздравить вас, Анатолий Хазбевич, с сегодняшним юбилеем и с этой красивой церемонией, с этим замечательным событием, событием, которое несомненно войдет в историю и российского, и осетинского спорта. В классе президента Республики Южная Осетия за заслуги в укреплении дружественных отношений между народами Республики Южная Осетия и Российской Федерации большой личный вклад в развитие отечественного и мирового спорта и в связи с 60-летием со дня рождения наградить орденом дружбы Маргиева Анатолия Хазбевича, главного тренера, начальника команды ЦСКА и вооруженных сил по вольной и греко-римской борьбе. Анатолий Маргиев был одним из тех выдающихся тренеров, кто создавал великие победные традиции отечественной школы вольной борьбы. Во многом благодаря его таланту и целеустремленности сборная России подхватила статус лидера мировой борьбы у команды Советского Союза. Уже стало доброй традицией, что с каждого крупного международного турнира, включая Олимпиаду, его подопечные возвращаются с наградами. И, конечно же, первым делом благодарят своего тренера, который дал им путевку в жизнь. Благодаря таким профессионалам, беззаветно служащим своему делу, сегодня спортивная борьба может успешно развиваться, опираясь на поддержку государства. Имея великую мудрость учителя и воспитателя, он объединил в команде людей разных национальностей и вероисповеданий, работающих ради единой цели. Продолжение следует...